Новые аудиокниги на нашем канале бесплатно каждую неделю. Подпишись и нажми на колокольчик, чтобы не пропустить. Обман всегда был, есть и будет. Его не остановить. Но перестать быть жертвой обмана можно. Как понять, что человек вам лжет в кратчайшие сроки? Как стать умелым ловцом человеческой лжи? Как научиться видеть человека насквозь? Ответы на все эти вопросы вы найдете в этой книге издательства AB Publishing. Кроме того, вы узнаете много интересного о психологии лжи и обмана. Вас перестанут мучить подозрения. Вы уже не будете слепо доверять кому бы то ни было. Вы начнете просто жить. Жить по-настоящему. Потому что обману и лжи не будет места в вашей жизни. А наиболее ценные вещи, достоинства, доверие, деньги, время будут под надежной защитой вашего знания, которое невозможно будет отнять у вас никому. Вступление. Не обманешь, не проживешь. Знакомо это выражение? Каждому из нас, даже самому порядочному правдолюбцу, приходилось врать. Пусть хоть раз в жизни, по пустякам, во благо других, но покривить душой случалось всем. Однако большинству из нас факт вранья, собственного или другого человека, весьма неприятен. Своих детей мы учим не лгать никогда. Сами стараемся говорить только правду. Но несмотря на все это, ложь процветает, ложь изобилует во всех слоях общества, во всех сферах деятельности человека. В мире, где царит тотальная ложь, оградиться от нее никак не получится. Поэтому умение ее распознавать и даже пользоваться ею в своих целях очень ценно. Помните сериал «Теория лжи», где доктор Лайтман виртуозно разоблачает обманщиков? Но таким даром класть лжецов на лопатки обладают лишь единицы, и научиться этому практически невозможно. Однако, существуют некоторые правила, которые помогут вам держать ушки на макушке. Умение понимать, когда человек говорит неправду, полезно и необходимо. Во-первых, ложь унизительна. Во-вторых, ложь заставляет вас пребывать в неведении, и вы, сами того не желая, можете стать источником дезинформации для других. В-третьих, ложь может быть опасна для вашего материального состояния, или, что значительно хуже, для вашего здоровья. Хотя, чтобы быть до конца честными, в жизни существуют ситуации, когда незнание о том, что нас обманывают, может впоследствии показаться блаженством. И все же, задача, которую ставит перед собой эта книга, помочь вам научиться отличать правду от о лжи, выводить лжеца на чистую воду. Обман можно распознать по многим признакам. По каким? Об этом как раз и пойдет речь в этой книге. После ее прочтения обмануть вас будет очень сложно. Вы же легко сможете обезвреживать лгунов, ибо лгущий вам человек – это неприятель, использующий вранье как оружие. Так что уже сейчас можете задуматься, как вы поведете себя в ситуации, когда будете видеть, что человек вам врет. Подставите ли ему уши – пусть в них врет, а сами будете кивать и иронично улыбаться словам собеседника. Ведь смешно слушать ложь, когда знаешь правду. Или же оборвете врущего на полусловие и скажете, что от его лапши вас уже тошнит. А может, загоните врунишку в тупик, каверзным вопросом, или подождете, когда в его словах возникнут противоречия, и припомните ему их. Есть еще вариант – действовать методами врага. Наврать ему в ответ. Или, нагло глядя в глаза врущего, поучиться у него этому искусству. Мало ли, говорят, что ложь иногда спасает жизни. Но, прежде чем стать хорошим верификатором лжи, приобрести специальные знания по данному вопросу, необходимо понять, что движет людьми, прибегающими к обману. Почему они врут? И откуда вообще растут ноги у ее величества лжи? Глава первая. Зачем человек врет? Потребность в общении присуща всем людям. Это в нас заложено природой. Но частенько в общении человек испытывает необходимость в обмане собеседника. Он фальсифицирует факты, фабрикует ложные фразы, бесстыдно врет, грубо говоря, чешет лохматого. Чтобы научиться видеть ложь, нужно знать, какие причины побуждают людей врать. А причин врать у людей предостаточно. Женщины пытаются скрыть свой возраст, расходы на шопинг, счета за телефонные переговоры. Мужчины не говорят правду о своих доходах, боятся раскрыть свои истинные чувства, врут о семейном положении. Внебрачные связи – очень частая причина вранья. Но попытаемся систематизировать ложь. Ложь ради выгоды. Люди врут для того, чтобы манипулировать другими, заставляя их действовать так, как им хочется. В надежде получить желаемое. Часто колжи прибегают для того, чтобы повысить эффективность любых переговоров. Прежде всего это касается телефонных, при которых отсутствует возможность применять игру взглядами, чарующие улыбки, феромоны. В арсенале ведущего переговоры в телефонном режиме лишь четко сформулированные мысли и отточенные слова. Искусством виртуозно врать по телефону обладают те, кто изучал нейролингвистическое программирование. Улавливая малейшие изменения в голосе собеседника, они мастерски подстраиваются под его языковой шаблон. Входят в так называемый раппорт, и вот уже собеседник на крючке. И сам того не подозревая становится ведомым. Ложь злонамеренная Этот вид лжи очень распространен в конкурирующей среде. Например, одна преуспевающая фирма распространяет лживые слухи о компании-конкуренте. Или мужчина злонамеренно поливает грязной клеветой своего соперника, борясь за любовь девушки, распространяя слухи о его многочисленных любовных романах и венерических заболеваниях. Ложь как прикрытие Некоторые люди врут для того, чтобы оставить после общения у собеседника приятное послевкусие. Накормят такого соловья баснями, а он и рад, и чувствует себя прекрасно, не ведая, что под завязку нафарширован ложью. С помощью вранья можно произвести вприятное впечатление на работодателя, заказчика. Страх обнажить перед другим человеком свои слабые стороны, явить свои истинные эмоции, высказать собственное мнение, нежелание делиться чем-то сокровенным, заставляет людей врать друг другу. Ложь ради удовольствия Существуют также довольно безобидные лгунишки, которые врут бесцельно, ради получения собственного удовольствия от того, что им удалось кого-то обмануть. Так, ради кайфа, который они испытывают от самого факта, что им удалось соврать и оставить собеседника в дураках. Говорят, ложь это наркотик. Наверное, поэтому есть патологические лжецы, которых хлебом не корми, дай соврать. Как правило, врать такому человеку другим удается легко и правдоподобно. Это затягивает, и ложь становится привычкой, возможностью покрасоваться перед самим собой искусством обмана. Когда люди врут ради развлечения, они считают, что так их рассказ будет иметь более привлекательный вид. Малолетний герой романа Джерома Селлинджера «Над пропастью воржи» невинно сокрушается. «Я самый страшный лжец, которого вы только встречали в своей жизни. Это ужасно. Если я иду в магазин, чтобы купить там журнал, кто бы не спросил меня, куда я направляюсь, я всегда отвечаю, что в оперу. Это просто ужасно». Ложь во благо. К обману часто прибегают в целях сокрытия убийственной правды, которую не должен знать собеседник. Иногда для его же блага. Многие люди сами боятся узнать правду. «Соври мне только честно». Или вспомните у Пушкина «Ах, обмануть меня нетрудно. Я сам обманываться рад». И тогда, чтобы уберечь близкого человека от излишней информации, ему говорят неправду или не всю правду. Однако близким нам людям мы врём не только потому, что щадим их чувства и святую ложь применяем не только ради их спасения, но и для собственной выгоды. Чтобы избежать ссоры, скандала, например, или для того, чтобы сохранить отношения, мужья предпочитают не рассказывать своим жёнам об их мимолетном увлечении другой женщиной. А как часто мы говорим своим детям, супругам, что они самые красивые, умные, талантливые. И при этом нам ничего не стоит соврать. Более того, так советуют вести себя психологи. Это приободряет человека, придаёт ему уверенности в себе, и он сам захочет быть в действительности таким, как его преподносят другие. С небольшой натяжкой сюда же можно отнести и ложь для того, чтобы избежать наказания. Ну, кто хочет быть наказан? Получивший плохую отметку ребёнок врёт родителям о забытом в школе дневнике. Сотрудник, чтобы начальство не лишило его премии, врёт о том, что застрял в лифте. Муж, забывший выполнить просьбу жены купить что-то на рынке, придумывает причину, почему он это не сделал. Ложь интимная. Половые партнёры в постели нередко прибегают ко лжи. Опять-таки, ради сохранения отношений, ради поддержки партнёра. Такая ложь оправдана, и, собственно, её и ложью назвать трудно. Гораздо хуже, если после осечки мужчины, женщина правдиво скажет ему о своём разочаровании. Ведь это может привести к постоянным неудачам. А так, с кем не бывает. И самооценка мужчины при этом не страдает. Женщине, пусть и совравшей, но таким образом поддержавшей партнёра в момент неудачи, мужчина будет очень благодарен. Такая женщина будет удостоена уважения любого мужчины. Лукавить приходится не только женщинам, но и мужчинам. Но зато как расцветает и раскрепощается женщина, которая слышит в свой адрес неистащимые комплименты от любимого мужчины. Вообще, в интимных отношениях партнёрам нужно быть очень тактичными. Иногда мужчина сам заставляет женщину врать, выпытывая, сколько половых партнёров было у неё до его появления. Толерантная женщина на такую бестактность со стороны мужчины соврёт, конечно. Но если вдруг решится рассказать ему правду о предыдущих ухажёрах, то вряд ли она удовлетворит мужчину. Скорее всего, мужчину охватит необоснованная ревность, или он очень расстроится. Кому это надо? Ложь – власть придержащих. Ну и последний вид лжи, который стоит выделить, – это ложь на уровне государства, правительства. Сколько данных обещаний не выполнено, сколько лживых статистических данных приведено, сколько реальных фактов искажено. О зомбировании и манипулировании людьми известно немало случаев. Пожалуй, это самое поражающее, самое обидное и вместе с тем самая распространённая ложь в нашем обществе. Лживые выживали всегда. Это люди бесхитростные, не умеющие притворяться, не изощрённые во лжи, уничтожались. Тех же, кто искусно умел обманывать других, ждал успех в обществе. Они занимали высокие посты, пользовались уважением граждан, были почтенными отцами семейства. Так было всегда, так есть и, возможно, будет. Как видно из этой главы, у каждого есть причины и право на ложь. Живя в обществе с громадным генетическим опытом лживости, невозможно бороться с ложью. Надо учиться сосуществовать с ней и уметь распознавать её в процессе общения. Но стоит помнить, что порой не всякая ложь есть зло, как и не любая правда является спасительной. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новинки. Глава вторая. Осторожно, врут дети. Считается, что самый безобидный вид лжи – детский обман. Тут, допустим, некоторое отступление. Мы употребляем слово «обман» и «ложь» как синонимы. Но на самом деле между ними существует разница. Ложь – это вербальная форма обмана, она может быть выражена только словами. Средства обмана различны. Употребление разных символических вещей, поддельная подпись, улыбка, тембр голоса. Но вернемся к детскому обману. Как только дети начинают правильно выстраивать слова в предложении, они пробуют неправду на вкус. Как заметил гениальный поэт Иосиф Бродский, подлинная история вашего сознания начинается с первой лжи. Обычно с помощью обмана дети пытаются избежать наказания за какую-либо провинность. Но обманывать взрослых – сложная штука. И обманщики из малышей прямо скажем не ахти какие. По мере взросления, в возрасте 4-5 лет, ребенок приобретает способность выдумывать ложную версию события, заменяя ей истинную историю. Причем он должен заранее предположить, какая реакция последует со стороны слушателя. Старшие дети, у которых сформировалась эмоциональная и физическая организация, уже могут держать под контролем свои действия и эмоции. Их не выдаст дрожащий голос, блеск глаз, глупая улыбка. Как вы думаете, нужно ли строго наказывать ребенка за ложь? Большинство, не раздумывая, скажут, конечно же надо, ведь иначе ребенок попросту привыкнет врать. Но давайте не будем столь категоричны. Давайте поймем, что дети с помощью обмана попросту адаптируются к социальной среде, где ложь составляет неизбежную ее часть. Французский философ Ларашфурко справедливо заметил. Слабый не может быть искренним. Большинство детей врут, чтобы не попасть в трудную ситуацию. А вовсе не из желания манипулирования кем-то. И если за обман ребенка наказывать очень серьезно, то может последовать реакция противоположная той, которую вы ожидали. Постоянно жить под страхом наказания – отличная возможность вырасти отменным лжецом. Есть замечательный рассказ «Джордж Вашингтон и вишня», где Вашингтон-младший находит в себе мужество рассказать отцу о том, что погубил вишню, срубив ее подаренным ему новым топором. На что мудрый отец заметил «Я даже рад, что ты срубил дерево, сынок. Слышать, что ты говоришь правду, гораздо приятнее, чем иметь целую тысячу вишен». Очень важно, чтобы ребенком не руководил страх боязни быть разоблаченным и пойманным на обмане. Надо постараться привить ему вкус наслаждения честностью. Как уже говорилось выше, всегда выживали и прицветали те, кто умел обманывать. Но существовала ли ложь в человеческом коммуникативном поведении на заре человечества? Ответ, казалось бы, очевиден, если вспомнить, что животные не умеют лгать и краснить. А первобытный человек мало чем отличался от братьев наших меньших. Он был такой же частью природы, как и они. Во всяком случае, до того, как первобытный человек не научился говорить, а мог лишь эмоционально и искренне выкрикивать жизненно важные для него восклицания. Однако известны случаи, когда хищники прибегали к обману своих жертв, если им не удавалось убить их прямым путем. Например, львица имитировала рев оленя, вызывающего соперника на поединок, заманивая таким образом самца в период гона. Обман можно наблюдать и в поведении приматов. Молодой самец Павиана, преследуемый своими агрессивными сородичами, пытался отвлечь их внимание от собственной персоны, привставая на задние лапы и уставившись куда-то вдаль пустыни, таким образом изобразая, что увидел приближение хищника. Стая преследователей останавливалась и тоже начинала высматривать хищника, забывая о своих прежних намерениях. Если птенцам Зуки угрожает опасность быть съеденным, то она вылетает из гнезда, изображает сломанное крыло, отвлекая тем самым внимание нападающего от своих птенчиков. Мимический осьминог, обитающий в водах Индийского океана, способен имитировать до 15 разных морских жителей с целью защиты или нападения на добычу. Поразительно, но обманывать могут даже растения. Маленькие цветки зеркальные североафриканской орхидеи не содержат нектара, который бы привлек опыляющих насекомых. Но их сердцевина, имеющая фиолетово-голубую окраску и густые длинные красноватые волоски, напоминают крылья осиной самки и ее брушка, что, несомненно, заманивает похотливого самца. В борьбе за выживание научились обманывать и первобытные люди. После того, как они поняли, что идея охоты на тигра голыми руками провальная, они придумали альтернативу зубам и когтям хищника — дубинку. Но и дубинка не спасала охотников, выходивших на неравный поединок с тигром. Тогда первобытные люди собрались возле скалы и начали обсуждать, как же сразить тигра и остаться при этом в живых. И вот, после того, как множество наскальных рисунков было нарисовано и зачеркнуто, один сообразительный мужчина подошел к скале и нарисовал дерево и сидящего на ветке охотника с дубинкой. Под деревом он изобразил тигра. Увидев этот рисунок, мужчины радостно заулюлюкали. Наконец-то решение найдено. На следующий день мужчины вернулись с охоты, с добычей. И женщины были благосклонны к удачливому охотнику в ту ночь. Первобытные люди очень быстро смекнули, что без обмана не проживешь. В эпоху палеолита они жили группами для большей безопасности. Но жизнь в группе себе подобных рождала дух соперничества, который побуждал человека хитрить, вырабатывать память о случившихся ситуациях и предугадывать события на несколько шагов вперед. Нашим далеким предкам неведом был стыд от того, что они обманывают. Они боялись остаться голодными, холодными, погибнуть в конце концов. Обман же позволил первобытным людям значительно продлевать их жизнь, поддерживать здоровье. С помощью обмана первобытный мужчина добивался расположения женщины. А добиться женских ласк в пещере, где проживало несколько людей, и не было возможности уединиться, было весьма непросто. Да и ужин, любимый, при свечах не устроишь. Внешняя наружность и запах пещерного человека также вряд ли способствовали любовным утехам. Поэтому пещерный ухажер, с зажатой дубинкой в руке, спрятавшись в темноте, поджидал женщину. Не от этого ли произошла фраза, которой и поныне пользуются женщины, не желающие выполнять свои супружеские обязанности? «Дорогой, не сегодня. Голова раскалывается». Как бы там ни было, техника добывания секса из засады срабатывала отлично. Но и женщины не отставали от мужчин в искусстве обмана. Желая, чтобы благое, но малоприятное дело по продолжению рода человеческого происходило как можно быстрее, они начали имитировать оргазм. Получается, что обман возник раньше, чем появились слова. И именно он способствовал выживанию неандертальцев и кроманьонцев. А также делал жизнь первобытного человека плодотворной и удобной. Конечно же, если бы первобытный человек попал в современное общество, он не смог бы никого обмануть. Человечество проделало огромный путь на пути своего совершенствования во лжи ради шкурного интереса. Да и опасность быть разоблаченным во лжи очень велика. Все труднее становится лгать в обществе законченных скептиков. И вместе тем ложь становится все изощреннее. А теперь давайте обратимся к художественной литературе для того, чтобы пристально рассмотреть примеры лжи. По сути, художественное произведение – это чистый вымысел автора. Но для того, чтобы правдоподробно описать сцену обмана, сокрытие истинных эмоций героя, показать борьбу лжи с правдой, писатель должен быть сам компетентен во лжи, пусть и пассивно. У различных номинаций практической лжи есть свои клише. Устойчивые словосочетания, фразеологические обороты, которые часто употребляются в повседневной человеческой жизни. В рассказе Василия Шукшина «Правда» главным героем выступает ловкий и хитрый председатель колхоза Аксенов. Халатное отношение председателя к своим прямым обязанностям привело к гибели колхозных свиней. Созвав общее собрание, Аксенов ни словом не обмолвился о том, что свиньи погибли по его вине. И об этом составлен специальный комиссии акт, а намеренно стал критиковать себя по каким-то незначительным мелочам. По истечении некоторого времени он уже открыто врет председателю другого колхоза, который знал о существовании акта, о вызове комиссии для пересмотра дела по поводу гибели свиней. Сам Аксенов оправдывает свою ложь следующими словами, обращенными к новоиспеченному коллеге. Как только первый раз где-нибудь словчишь, скажи мне, только по-честному. Мне охота узнать, проживешь ты без этого или нет. Ложь – неотъемлемый компонент жизни людей. Ее можно отыскать практически в любом художественном произведении, где она выполняет различные функции – манипулирование, самоспасение, дезинформация и прочее. Ложь может быть не только отталкивающей и неприглядной, но также доброй и милой. Однако в итоге ложь всегда разрушительна для взаимоотношений. Речь, заряженная ложью, может звучать как комплимент – лесть. Например, у Игоря Губермана есть такие строки. «Возможность в душу лестью влезть никак нельзя назвать растением. Мы бескорыстно ценим лесть за совпадение с нашим мнением». Зачастую при помощи лести лживого эмоционального поглаживания человек добивается доверия у собеседника с целью выведать у него какие-либо сведения. Обман может быть использован в качестве эмоционального удара. Примеры этого мы можем наблюдать в трагедиях Шекспира, в Травиате, в Сильве. Ложь может быть притворством, позволяющим скрыть правду или привлечь к своей особе внимание окружающих. В романах Достоевского героини, боясь быть разоблаченными, часто падают в обморок. Так, показательное поведение старого лгуна Федора Павловича Карамазова. «Никогда и ничего такого особенного не значил наш монастырь в его жизни, и никаких горьких слез не проливал он из-за него. Но он до того увлекся выделанными слезами своими, что на одно мгновение чуть было сам себе не поверил. Даже заплакал было от умиления. Но в тот же миг почувствовал, что пора поворачивать оглобли назад. Федор Павлович патетически разгорячился, хотя и совершенно ясно было уже всем, что он опять представляется. Но Миусов все-таки был больно уязвлен. Супружеская измена. Очень распространенная причина лжи, описываемая в многочисленных романах. Анна Каренина, Льва Толстого. Сага о форсайтах Джона Голсуорси. Разрисованная вуальса Мерсета Маэма. Отелла Уильяма Шекспира. Солгать можно и посредством правды. Скажем больше, можно обмануть без всякого намерения. Герой рассказа Жанна Поля Сартера «Стена Пабло и Бетта», приговоренной фашистами к расстрелу, был подвергнут допросу о местонахождении его товарища, Рамона Грисе. Желая спасти друга, Пабло указывает врагам на кладбище, где якобы скрывается Рамон, предполагая, что на самом деле тот прячется у братьев. Считая, что провел врага вокруг пальца, Пабло ожидает своей скорой смерти. Однако утром Пабло выпускают из-за стенков, после того, как Рамона нашли и схватили на кладбище. Пабло был в невероятном отчаянии. Пытаясь обмануть фашистов, он сам того не ведая, выдал им правду. Правда и ложь контрастируют друг с другом. Макеавелли в «Государе» напоминает нам о вездесущности обмана и могуществе истины. И настолько сильна империя истины, что имеет власть и в аду, где черти ежедневно вынуждены вкушать ее дары. Правда в морали, ибо, невзирая на все их уловки, они не лгут друг другу, понимая, что всякое общество держится на истине, и даже в адском пекле без нее не обойтись. Общение невозможно без истины, но общение невозможно и без обмана, что доказывает в своем романе «1984» Джордж Орвелл. И вместе с тем мы все помним Нагорную проповедь. Ложь – это грех. Художественная литература – это слепок реального общения людей, их поведение. Все классические образы вербальной лжи можно найти в художественных произведениях. Лука – утешитель. Это имя стало нарицательным после того, как Горький создал образ Луки в пьесе «На дне». Жители ночлежки с упоением верили в ложь Луки о далеких странах, в которых живут счастливые и свободные. Люди. Ничего не предпринимая для того, чтобы выбраться со дна жизни ночлежки, тем не менее ждали обещанной им Лукой хорошей жизни. Результат такой лжи был губителен для актера. Он повесился. Не смог больше вынести томительного ожидания обещанного Лукой счастья. Сам же Лука исчез из ночлежки столь же таинственным образом, как и появился в ней. «Хамелеон», городовой из одноименного романа Антона Павловича Чехова, также стало нарицательным уничижительным прозвищем изворотливого, лживого, приспосабливающегося к меняющейся ситуации человека. Мещанин Хрюкин искусно изменял свое поведение каждый раз, когда определялся новый хозяин, укусивший его за палец собачки. От этого даже зависели болевые ощущения в пальцах Хрюкина. Они то появлялись, то исчезали. Менялись оценочные суждения, которые прикрывали истинное переживание героя. Берущий от жизни все фанатичный врун Хлистаков из гоголевского ревизора, в высшей степени наслаждается своей ложью и с помощью нее повышает свою самооценку в глазах окружающих. Когда мы характеризуем чье-то поведение словом «хлистаковщина», то становится сразу понятно, что речь идет о социально опасной вербальной лжи. Добрый, милый барон Мюнхаузен, очаровательный лжец, также получивший нарицательную семантику. Это самая безобидная, ироничная ложь развлекательного характера. Пожалуй, мы привели достаточно примеров разоблачения вербальной лжи из классических художественных произведений. Поэтому, если вы хотите стать непревзойденным верификатором словесной лжи, то в качестве учебного пособия стоит обратиться к богатому наследию мировой литературы. Глава пятая. Напрасные слова. Виньетка ложной сути. Ложь ненавидят все. Тем не менее, практически все обманывают друг друга. Как часто нам приходится сталкиваться с тем, что человек, пытающийся донести нам какую-либо идею, рассказывает множество вещей, не имеющих к этой идее никакого отношения. Как часто люди начинают свою карьеру с того, что стараются максимально запутать ситуацию. Сами по себе слова волшебны. Посредством их мы думаем, понимаем, помним, чувствуем, находим смысл, проясняем неясное, говорим правду. Умение говорить отличает нас от животных. Нет более сложной, более высокоразвитой и важнейшей техники, созданной когда-либо людьми. Собственно, именно умение говорить и делает нас людьми. Но одновременно слова – это самый легкий способ увести нас в дебри, отвлечь от истинного положения дел. Ежедневно мы сталкиваемся с серьезной проблемой. Слишком много слов и слишком мало смысла. А времени, чтобы разобраться в этом практически нет. Складывается впечатление, что нас преднамеренно запутывают, отвлекают наше внимание. Все мы читаем рекламу на этикетках продуктов. Иногда после прочтения такой рекламы мы пребываем в растерянности. Вроде бы слова умные, но суть не ясна. Запомните, когда вы читаете или слушаете туманные фразы, когда вам их трудно принять всерьез, когда употребление слов неуместно, потому что не проясняет идею, а наоборот уводит от ее сути, это напрасные слова, употребляемые лишь для того, чтобы скрыть от вас гнусную правду. Как вы считаете, кого легче обмануть? Интеллектуального человека или простодушного и малообразованного? Конечно же, вы не задумываясь укажете на второй вариант. Так-то оно так, но времена меняются, а с ними и способы обмана становятся все утонченнее. Поэтому сегодня даже человек с интеллектом зачастую становится жертвой обмана. Легче всего врать по телефону. Поэтому обман посредством телефонной коммуникации с успехом используют продавцы всяких ненужных нам товаров. Обман по телефону составляет 37% лжи, тогда как на долю разговора с глазу на глаз приходится 25%. С помощью популярных интернет-систем обмена сообщениями типа ICQ люди лгут в 21% случаев. 14% людей используют для обмана электронную почту. О чем это говорит? О том, что люди все меньше склонны доверять словам. Лишь 20% по-прежнему верят словам. А вот невербальная информация пользуется доверием у большинства 80%. Невербальные сигналы, жесты, выражения лица, позы тела противоречат лживым словам и несут правдивую информацию. Как ее научиться считывать? Этому и будет посвящена оставшаяся часть книги. Но сначала нужно подвести итоги вышесказанному в первой части книги. Глава шестая. Типы и признаки лжи. Подводим итоги. Теперь, когда мы познакомились с многочисленными примерами лжи, узнали причины, побуждающие людей врать, увидели, как зарождалась ложь в человеческом обществе, попробуем систематизировать ложь для наглядности. Формы лжи. Ложь может существовать в двух основных формах. Искажение, умолчание и обобщение информации. Искажение. Это сокрытие настоящих эмоций. Подача правды как обмана, частичная правда. Увертывание от ответа. Эти признаки лжи, как правило, легко заметить в речи. Пример сообщения правды в виде обмана. Сотрудники патрульно-постовой службы остановили автомобиль с террористами, ехавшими в Буденновск, и спросили их, куда они направляются. Кремль брать, был дан ответ. В чемоданах что? Террористы правдиво ответили. Наркотики и оружие. Но гаишники восприняли эту правду как шутку, на что и рассчитывали преступники. Мужчина, поссорившийся со своей любовницей на вопрос жены о причине его плохого настроения, отвечает. Проблемы по работе. Это пример сокрытия истинной причины эмоций. Полуправду довольно трудно распознать. Реальное событие преподносится обманщикам с искажением некоторых фрагментов. Надо быть очень опытным верификатором, чтобы заметить эту ложь. Увертывание от ответа можно наблюдать в следующей ситуации. Встречаются два приятеля. Привет, как дела? В ответ. Я тоже страшно рад нашей встрече. Ну а что у тебя нового? Такой ответ сбивает слушателя с толку. Признаки обмана. Различают два признака обмана. Утечка информации и информация о наличии обмана. Утечка информации. Верный признак лжи. Это ситуация, когда обманщик сам нечаянно выдает себя. Микровыражения, оговорки, как иносказательные, так и прямые, словесные. Утечка информации может помочь нам пролить свет на то, что именно скрывает человек. Информация о наличии обмана не откроет нам истину слов говорящего, но укажет на то, что человек лжет. Если жесты телодвижения, мимика говорящего, противоречивы, то, возможно, перед вами лжец. Но столь категоричный вывод можно делать, если вы заметили по меньшей мере три признака информации о наличии обмана. Дистанцирование, изменения в тембре голоса, асимметричные телодвижения, жесты-манипуляторы, адаптационные жесты. Реакции человека лгущего Человек, который лжет, всегда испытывает стрессовое состояние, которое проявляется в трех реакциях – бей, стой, беги. Реакция «бей» проявляется в агрессивном поведении, гневных мыслях, жестах, словах. Лжец атакует вопросами, стараясь сбить с толку человека, если подозревает, что его могут раскусить. Реакция «стой» может вызвать бледность в лице, так как у человека, который лжет, повышается адреналин, что приводит к оттоку крови к ногам. Лжец зависает в мыслях, словах, поступках. Реакцию «беги» можно наблюдать, когда человек уклоняется от разговора или каких-либо побуждающих его собеседником действий. Уметь видеть проявление этих трех реакций у лжеца очень важно для проверяющего ложь. Межполушарная асимметрия мозга и ложь. Правое полушарие нашего мозга аналоговое. Оно отвечает за целостное восприятие мира. Весь опыт нашей жизни закодирован здесь. Представляете, какой громадный объем информации хранится. Левое полушарие мозга характеризуется линейной работой. Здесь происходят операции с числами, списками, анализ. Когда человек говорит неправду, его мышление переходит с правого полушария головного мозга на левое. Поэтому речь становится последовательной, упорядоченной. Человек перечисляет события в четкой последовательности. Вот здесь и могут проявиться оговорки и другие признаки обмана. Одним из наиболее распространенных признаков обмана, определяемых по голосу, является пауза. Пауза может быть многократной, слишком продолжительной, слишком частой, заполненной протяжными звуками «э», «м». Почему возникают эти паузы в речи человека, говорящего неправду? Потому что надо время на осуществление перехода из одного полушария в другое. Речь лгущего человека логична и насыщена перечислениями последовательных действий. «Я зашел в комнату», «я сел за стол», «позвонил», следовательно, состоит из множества глаголов. Учтите, обманщик не будет отводить глаза. Напротив, он будет пристально смотреть на вас с одной лишь целью – проверить, вызывают ли его слова у вас доверие. Глава седьмая. Вся правда написана на ваших лицах. Невербальные шаблоны поведения. На основании чего можно верить людям? На основании слов. Но, как нам уже известно, 80% людей словам не верят. И правильно делают. На самом деле слова составляют ничтожно малую долю получаемой нами информации. 15%. Тело человека, тембр голоса, интонация, взгляд могут поведать нам гораздо больше. 85% информации мы получаем именно невербальным путем. Невербальные средства передачи, в отличие от слов, более быстрые и точные сигналы, которые мы улавливаем. К тому же язык телодвижений нам вряд ли соврет. Большинству людей с трудом удается скрывать свои мысли. А все потому, что мыслительный процесс и душевные порывы явственно отражаются на лице. Есть, конечно, люди, и их немало, которые умеют держать под контролем свою мимику, сохраняя безучастное выражение лица. Однако даже они не могут скрывать свои эмоции все время. Так уж человек устроен, что черты лица его очень подвижны. Не стоит забывать, что врожденная человеческая мимика развивалась в течение миллионов лет. Выражения базовых эмоций, гнева, радости, презрения, печали, удивления, страха, отвращения, в человеке обусловлены генетически, на инстинктивном уровне и впечатаны в память тела и языка. Именно потому люди, даже не обладая большим житейским опытом, с легкостью могут считывать с лиц других людей основные или первичные эмоции, которые те испытывают. Но не все так просто. Наблюдение за мимикой другого человека – занятие весьма интересное, но сложное. Например, все люди обладают умением улыбаться. Слепой от рождения человек, который никогда не видел улыбку, также может улыбаться. Но не всегда его улыбка – признак радости. В японском обществе, где считается дурным тоном выражать прилюдно свои негативные эмоции, нам сложно будет понять истинные чувства улыбающихся людей. Но прятать свои эмоции под вежливой улыбкой могут не только японцы. Лицемерить могут даже самые честные люди. Вспомните, когда вам приходилось выслушивать какую-то занудную речь, и вы не решались быстро распрощаться с говорящим. Каким было выражение вашего лица? Наверняка, как диктовала присущая вам вежливость, заинтересованная и внимательная. Но если вы постоянно будете наблюдать за мимикой, кстати, начинайте практиковаться прямо сейчас, то ваш опыт позволит вам видеть противоречия между эмоциями и выражениями лица. Губы и лицо. Предатели лжи. Давным-давно улыбка означала уступки и покорность. Улыбаясь, человек раздвигал губы, обнажая сомкнутые зубы. Жест, говорящий о безобидности и отсутствии любой угрозы. Но так было давно. Улыбка современного человека многогранна. И то, чем она сигнализирует окружающим, зависит от конкретных обстоятельств. Англичане шутливо говорят, что слово «улыбка» на английском языке во множественном числе является самым длинным словом. Действительно, если в слове «смайл» отбросить первую и последнюю буквы, то получится слово «майл» – «миля». По мнению психолога Дэвида Хемфриса, улыбка человека может быть девяти типов. Давайте познакомимся с каждым. Верхняя улыбка. Чаще всего такую улыбку можно встретить при разговоре друзей или когда два приятеля здороваются друг с другом. Если вам человек эмоционально близок, то, смотря в его глаза, вы тепло улыбаетесь верхней улыбкой, раздвигаете губы и обнажаете только верхние зубы. Широкая улыбка. Такую улыбку могут вызвать очень смешная фраза или движение человека. Эта улыбка появляется на лице при щекотке. Широко улыбаясь, человек обнажает и верхний, и нижний ряд зубов, поэтому улыбка несет немного агрессивный оттенок. При встрече со взглядом другого человека зачастую широкая улыбка подавляется и переходит в верхнюю улыбку. Простая улыбка. Вспомните о забавном моменте, который приключился с вами или вашими знакомыми. Подумайте о времени, когда вы были счастливы, и улыбните сами себе. А теперь посмотрите в зеркало. Видите, как растянулись ваши губы в улыбке? Уголки губ чуть подняты вверх и смещены назад. Это и есть простая улыбка. Шутливая улыбка. Ох уж эти детишки. Все бы им озорничать и веселиться. Но до чего очаровательны их улыбки, когда они получают удовольствие от своих шалостей. При этом губы ребенка широко растянуты, уголки губ приподняты, зубы не обнажены. У взрослых такую улыбку можно наблюдать, например, на концерте юмориста, когда они замирают в предвкушении новой шутки. Натянутая улыбка. Вы зашли на несколько минут к приятелю, а у него застолье. Приятель предлагает выпить, и вы в принципе не против, но вас ждут еще дела. Вежливо отказываясь, вы натянуто улыбаетесь. Раздвинутые края губ, сжатые зубы. Эх! Застенчивая улыбка. Эта улыбка имеет сходство с верхней. Только при застенчивой улыбке верхний ряд зубов прикусывает нижнюю губу и немного опущена голова. Улыбка смущения. Вымоченная улыбка. Но почему я должен, должна это слушать? Думаете вы о разговоре с нудным человеком и вежливо предупреждаете его своей вымоченной улыбкой, что совсем не в восторге от его плоских шуток. Кривая улыбка. Эта простая улыбка только искривлена опущенными вниз уголками рта. При этом вид улыбающегося несколько угрожающий. Кривую улыбку могут вызвать замешательства, неодобрения, лишенные агрессии. Фальшивая улыбка. Смотрите, как тепло улыбается вам этот человек. Очень похоже на верхнюю улыбку, если бы не отсутствовали складочки под глазами, образующиеся при естественной улыбке. Пока вы раздумывали, фальшивая улыбка вашего собеседника на одно мгновение превратилась в усмешку. Нет, вам не показалось. Фальшивая улыбка очень быстро может съехать в презрительную усмешку, если один уголок рта окажется чуть выше другого. Улыбка с лица вашего собеседника не сходит долгое время? Это должно вас насторожить. В среднем естественная улыбка длится около 4 секунд. Если эмоция затянулась более чем на 10 секунд, вероятнее всего, что она фальшивая. Обманщик надел маску и не спешит с ней расстаться. Кстати, это касается не только улыбки, но и выражения таких эмоций, как страх, гнев, удивление. Если у вашего собеседника дрожат и устремляются вверх уголки губ, в то время как он говорит вам о сочувствии, знайте, что в глубине души он рад тому, что с вами произошло, и пытается это скрыть. Радость, когда удается провести за нос другого человека, также может выражаться подрагиванием или напряжением уголков губ. Долго ждете звонка от человека, который обещал позвонить сам? А припомните, в момент, когда он заверял вас о том, что непременно перезвонит, не поджимал ли он нижнюю губу? Если да, то звонка вы наверняка не дождетесь. Когда человек поджимает нижнюю губу, это говорит о его неуверенности в своих словах. И, как правило, слова у него с делами не согласуются. Насколько часто люди улыбаются, зависит от их национальной принадлежности и характера. Замечено, что мужчины улыбаются значительно реже женщин. Женщинам гораздо важнее, чем мужчинам, наладить хорошие отношения с окружающими людьми, принести радость в мир. Кроме того, у женщин лучше развита способность воспринимать разнообразные сигналы тела и определять эмоции собеседников. Культурные традиции в разных странах имеют различные эталоны поведения. Где-то не принято улыбаться незнакомцам, а где-то без улыбки вас посчитают грубым и бесчувственным человеком. Чтобы научиться с легкостью отличать естественную улыбку от фальшивой, начните наблюдать за знакомыми вам людьми. Обратите внимание, как они здороваются с другими людьми, которым испытывают разные чувства, и какое выражение лица присутствует при этом на их лицах. После того, как вы научитесь безошибочно определять фальшивую и искреннюю улыбки, вы сможете видеть, как окружающие относятся к вам на самом деле, а также оценивать воздействие ваших высказываний на собеседников. Если ваше высказывание встречено с натянутой улыбкой, то, возможно, стоит пересмотреть свою точку зрения или поинтересоваться у своего визави его мнением. Глаза. Зеркало души. Если на рот можно надеть маску фальшивой улыбки, то глаза можно спрятать лишь за солнцезащитными очками. В отличие от мимики рта, следить за которой, в общем-то, не так уж и сложно, глаза и лоб довольно плохо поддаются контролю. И если человек говорит неправду, то его глаза непременно выдадут свидетельство лжи. Не зря глаза называют зеркалом души. Они являются прекрасным средством выражения эмоций. И чем больше это зеркало, тем больше доверия, симпатии и внимания будет вызывать его обладатель. Этим фактом отлично пользуются продавцы всякой всячины, размещая на своем товаре зверушек с широко распахнутыми умилительными глазами. Глаза очень активно участвуют в разговорах людей. Взглядом можно воздействовать на человека. Взгляд может вызвать бурную реакцию. Об отношениях, которые сложились между людьми, можно судить по их взглядам, которыми они обмениваются друг с другом в процессе общения. Никто не любит, когда на него смотрят в упор. Такой пялищийся взор на себе некоторые способны почувствовать спиной. Это очень агрессивный взгляд, который может породить ответную агрессивно-оборонительную реакцию у человека. Поэтому лучше избегать смотреть на кого-то пристально. Кстати, если бы наши глаза не имели такую специфическую форму, были лишены глазного яблока, то мы не смогли бы понять, куда именно смотрит человек. А вот как смотрит человек, что выражает его взгляд, нам способен рассказать зрачок. Увеличенный зрачок говорит об эмоциональном возбуждении. О волнении говорящего. Лицо человека с расширенными зрачками выглядит довольно привлекательно для других. Этот секрет знали еще в средние века итальянские куртизанки, поэтому закапывали в глаза сок ядовитых растений, белодонны, красавки. Однако расширенный зрачок может сигнализировать не только о сексуальном возбуждении. Любое эмоциональное возбуждение, будь то вожделение, гнев, враждебность, а также приглушенный свет вызывают расширение зрачков. А вот с суженными зрачками дело обстоит сложнее. Нет единого мнения об этом сигнале глаз. Одни считают, что суженные зрачки говорят о неприязни. Другие утверждают противоположное, мол, суженные зрачки – признак неподдельного интереса к вещи. Поэтому торговцы на рынке, увидев покупателя с суженными зрачками, могут завысить стоимость товара. Чтобы умело распознавать ложь, необходимо знать глазодвигательные паттерны, неосознанные движения и положение глаз. Немного расскажем о них. Ваш собеседник фантазирует. В этом случае его глаза смотрят вправо вверх. Почему именно туда? Да потому что там, по мнению ученых, расположен визуальный центр конструирования, где человек, как опытный инженер-конструктор, создает то, чего не существовало на самом деле. А вот то, что происходило в действительности, хранится в области визуального воспоминания, которое находится вверху слева. Взгляд, обращенный в этом направлении, указывает, что собеседник говорит правду. Если человек скользит взглядом в правую сторону, сверху вниз, то он врет. Правая сторона – это наше воображение. Смотря вправо вверх, мы рисуем образы. Слуховые фантазии находятся чуть ниже. Если мы смотрим вправо вниз, то мы вспоминаем телесные ощущения, испытанные в прошлом. Левая сторона – это область воспоминаний реальных событий. Взгляд влево-вверх человек воспроизводит зрительный образ из памяти. Человек смотрит налево на среднем уровне, он слышит звуки, которые слышал в прошлом. О внутреннем диалоге человека поведает взгляд влево и вниз. Если человек смотрит сначала вправо-вверх, придумывает образ, затем резко опускает глаза влево-вниз, пытается контролировать себя, погружается во внутренний диалог, то он, вероятнее всего, обманывает. Заметим, что эта схема движения глаз справедлива для правшей, которых большинство. Для 10% левшей картина будет та же, но в зеркальном отображении. Очень редко, однако, встречаются люди с особой схемой глазодвигательных паттернов. Ваш собеседник может оказаться логичным, эффектным, изворотливым лгуном. Но и вы уже вооружены знанием. После некоторого времени наблюдений и тренировок вы сможете сказать, если не в глаза собеседнику, то молча про себя. Не ври мне, по глазам вижу. Глава восьмая. Язык телодвижений. Проследите за разговором двух людей. Вы заметите, что любой жест говорящего сопровождается взглядом слушающего. Таким образом, жестами можно стимулировать выражение отношения собеседника. К примеру, если сделать резкое рубящее движение ребром ладони на уровне живота, то взгляд собеседника, последующий за жестом, откроет ему путь к звуковой информации. А если вы топните правой ногой, то глаза собеседника скосят влево-вниз, что может вызвать в нем самокритические внутренние рассуждения. Жесты человека, участвующего в разговоре, могут быть различными. Нас же интересуют жесты, которые могут быть признаками обмана. В этой главе мы рассмотрим пару. Иллюстраторы-адаптеры и эмблематические жесты. Эмблематические жесты. Верные признаки лжи. Жесты-эмблемы. Замечательны тем, что позволяют с высокой степенью вероятности выявить ложь говорящего. Хотя сами жесты связи с речью не имеют. Более того, иногда жесты-эмблемы противоречат речи. В таких случаях мы имеем дело с эмблематической оговоркой. Эмблемы, являясь автонованными жестами, могут заменять слова и целые фразы. Эти жесты, которые никак не соотносятся с речью, тем не менее, имеют лингвистическое значение. Каждой эмблеме соответствует прямой перевод на словесный язык, который известен и понятен каждому. Так вот, с помощью эмблематических жестов можно вывести обманщика на чистую воду. Например, все знают, что жест, при котором ладонь сжата в кулак, а большой палец выставлен вверх, означает все классно. Но если человек, демонстрируя этот жест, будет иметь чем-то озабоченное лицо, то вряд ли все так гладко на самом деле. Собеседник демонстрирует эмблематический жест удивления. Разводит в сторону согнутые в локтях руки, поднимает брови и плечи. Эта же эмблема может быть продемонстрирована в другой позиции, фрагментарно. Например, собеседник, подняв плечи, приподнимает лишь одну руку, согнутую в локте, ладонью вверх. Эта асимметричность эмблемы зачастую указывает на сокрытие лжи. Что интересно, лжец сам может не замечать, что тело его допускает эмблематические оговорки. Но и заметить эмблематическую оговорку у другого человека способен только опытный верификатор, так как она выполняется не полностью, а частично. Эмблематические оговорки, так же как и речевые, могут выдать мысли и чувства собеседника. Конечно, не всякий обманщик допускает такие оговорки. Но если вы их замечаете у собеседника, то вероятнее всего он лжет. Впервые эмблематические оговорки заприметил доктор Пол Экман. Кстати, именно он стал прототипом упомянутого нами в самом начале книги доктора Лайтмана, из сериала «Обмани меня». Так вот, Экман утверждал, что если человек, которому задают вопрос, утверждает, что ему ничего не известно об этом, но его брови во время ответа подняты, то мы имеем дело с обманщиком. Запомните, человеку, который поднимает брови, известен ответ на вопрос. Иллюстраторы-адаптеры – факультативные признаки лжи. Что такое адаптеры? Это прикосновение к себе и всевозможным предметам. Считается, что количество адаптеров увеличивается, если человек обманывает. Иллюстраторы – это жесты, которые сопровождают речь человека, делают его образный, эмоциональный. Количество иллюстраторов возрастает, а адаптеров, напротив, уменьшается, если человека переполняют правдивые эмоции. Однако следует учесть, что есть люди, не используясь ей жесты в своей речи. Поэтому пару иллюстраторов-адаптеров следует рассматривать только в контексте и считать косвенным признаком лжи, нуждающимся в подтверждении. Если жестикуляция собеседника внезапно уменьшается, речь становится более четкой и начинает наблюдаться появление адаптеров, значит, он ощущает себя в стрессовой ситуации. У него выделилось небольшое количество адреналина. Увеличение количества адаптеров указывает на то, что человек начал больше себя контролировать. Спрашивается, если ему ничего не угрожает, зачем ему это нужно? Теперь поговорим о составляющих пару иллюстраторы-адаптеры по отдельности. Иллюстраторы Иллюстративные жесты применяются в речи для создания живого образа. Они подкрепляют сообщение говорящего, иллюстрируют его. Выделяют несколько иллюстраторов. Кинектографы – движение туловищем, идиографы – движение руками, пиктографы или указатели – картинка, жестовые ударения, отмашка речевого такта. Также в качестве иллюстраторов могут выступать и брови, и мимика. Иллюстрирующие жесты, которые человек использует в своей речи, имеют не врожденный, а приобретенный характер. Существуют разные типы иллюстраторов в различных культурах. Более того, есть народы, которые с большей интенсивностью, чем другие, используют жесты иллюстрации. Конечно, речь идет об итальянцах. А вот в скандинавских странах люди жестикулируют очень мало. Когда человек эмоционально жестикулирует, его речь становится ярче и богаче. Иногда к иллюстраторам прибегают, когда не могут подобрать необходимое слово, когда пытаются объяснить нечто невообразимое. Понятно, что человек использует жесты для того, чтобы сделать свою речь осмысленной. Если человек взволнован, расстроен, крайне возбужден, то он жестикулирует более обычного. Важно уметь отличать эмблематический жест от иллюстрирующего жеста, так как при обмане их количество противостоит друг другу. Эмблем оговорок становится больше, тогда как иллюстраторы почти исчезают. Просто запомните. Первое. Жест-эмблема – это конкретное движение и конкретное значение. Жест-иллюстратор – это разнообразные движения и отсутствие особого значения вне контекста. Второе. Эмблемы возможно применять вместо слов, а вот иллюстраторы могут быть лишь дополнением к словам. Речь заменить они не могут. Адаптеры – жесты-манипуляторы. Когда человек чересчур сует лифт, совершает множество лишних движений, постукивает, подчесывается, накручивает волосы на палец, вертит в руках карандаш, то мы явственно видим, что он волнуется, испытывает стресс. Все эти жесты, которые позволяют человеку адаптироваться к нервозной ситуации, называются адаптерами или аутоконтактным поведением. Действия, связанные с манипуляциями предметами или одеждой, называют адаптерами-манипуляторами. Прикосновение к самому себе – это самоадаптеры. Как вы думаете, почему человек использует адаптационные жесты? Зачем все эти самопоглаживания, самопостукивания, отряхивания? Правильно. Для самоуспокоения. Для душевного покоя. Таким образом, жестами-адаптерами мы заменяем заботливые мамины руки, укрывающие нас от всяческих невзгод в детстве. Адаптационные жесты мы совершаем бессознательно. Когда вы замечаете, что человек жестикулирует, это означает, что он берет себя под контроль. Естественно, у вас возникает вопрос, а зачем ему понадобился самоконтроль? Взболтнул лишнее? Хочет что-то скрыть? Помните, умолчание – это тоже признак лжи. Адаптеры многозначительны. Человек пальцами касается своего рта. Значит, он не желает говорить. Прикосновение говорящего к своему лицу может указывать на наличие обмана в сообщении. Прикосновение человека к своему лицу или потирание подбородка в то время, когда он вас слушает, может означать как то, что он волнуется, нервничает, так и то, что ему что-то известно, но он об этом не говорит. На испытываемый собеседником стресс указывает и его прикосновение к телу. Он как бы желает вновь вернуться в позу зародыша, спрятаться. Почему? Может, это неуверенность черта его характера. А может быть, он увидел, что вы заметили его мимолетный жест и решил замаскировать его более широким адаптером. Ведь адаптационные жесты считаются проявлением невоспитанности. Но также вполне возможно, что перед вами попросту лжец. Помимо функции самоуспокоения, адаптеры выполняют функцию замещения. В стрессовом состоянии происходит переключение с правого полушария мозга на левое. Во время этого переключения в действиях человека возникает пауза, которая должна быть чем-то заполнена. Массированием, поглаживанием. Глава девятая. Голосовые признаки обмана Голос, как и мимика человека, имеет взаимосвязь с полушариями мозга, ответственными за эмоции. Когда мы ищем признаки обмана в голосе человека, то мы имеем в виду признаки отрицательных эмоций. Мы уже упоминали о возникновении пауз и межполушарной асимметрии, помните? Значит, вы также помните, что при обмане паузы между словами становятся продолжительнее или возникают слишком часто. Подозрительно выглядит, когда человек при ответе на вопрос заминается, допускает речевые ошибки. К речевым ошибкам относятся междометия типа «э», «ну», «хм», «заикание», употребление лишних слогов «я очень расстроен», повторение «я… я… я… я хочу сказать…». Вообще, голос говорящего – точный инструмент верификатора. Возникновение голосовых заминок и пауз – верные признаки возможной лжи. Не всегда обманщик продумывает свою линию поведения заранее. Не всегда может предвидеть сложный вопрос. Указать на то, что человек говорит неправду, может также тон голоса. Когда человек возбужден, испытывает гнев или страх, высота тона его голоса возрастает. Грусть, стыд, чувство вины, напротив, понижают высоту тона голоса. Человек может делать вид, что он пребывает в спокойном состоянии, что у него все хорошо, но если при этом тон его голоса понижен, а с лица нисходит фальшивая улыбка, то у человека на самом деле проблемы, которые он хочет скрыть. Голос собеседника может быть также бесстрастным, не выражать никаких эмоций. Это говорит о том, что человек пытается контролировать себя. В каких целях? Может он что-то скрывает от вас и боится ненароком выдать это в разговоре. Громкость голоса, скорость речи также служат индикаторами эмоций, которые испытывает говорящий. Естественно, что печаль будет сопровождаться медленной и тихой речью, в то время как при страхе или негодовании голос будет звучать быстро и громко. Вы без особого труда сможете заметить все эмоциональные изменения в голосе собеседника, так как их нелегко замаскировать. Есть очень большой процент вероятности утечки информации, если во время лжи собеседник пытается скрыть свои истинные чувства. Но ни в коем случае не спешите обвинять человека во лжи на основании проявленных эмоций в его голосе. Вполне возможно, что человек невиновен, а запинки в быстрой речи и повышенный тон голоса – следствие эмоционального возбуждения от боязни, что ему не поверят и несправедливо обвинят. Помните, основное правило гласит, что нет универсальных признаков обмана. Однако по отдельности или в сочетании друг с другом они позволят понять, врет ли вам человек или нет. Конечно, здорово было бы, если бы прочтение или прослушивание этой книги гарантировало вам стопроцентную гарантию возможности распознавания лжи. Но, увы, такую книгу вряд ли напишут. Даже машины, которые созданы для определения лжи по голосу, не дают абсолютную гарантию, в отличие от продавцов этих машин. Предприимчивыми производителями детекторов лжи было заявлено, что их машины могут безошибочно определять наличие обмана по голосу. Когда же был проведен ряд научных экспериментов специалистами по различным методикам определения обмана, то обнаружилось, что детекторы лжи угадывают ложь лишь в половине случаев. Но обещанная потенциальным покупателям возможность верифицирования лжи со стопроцентной гарантией – очень заманчивая штука. По крайней мере, объемы продаж детекторов лжи не падают. Глава десятая. Длинный нос и короткие ноги лжи. Итак, с тем, что не существует ни одного точного признака лжи, придется смириться. О, если бы он существовал, то распознать лжеца было бы проще простого. Вспомните Пиноккио, у которого всякий раз, когда он лгал, удлинялся нос. Но, увы, а может быть, к счастью, наши носы, сколько бы мы не обманывали, остаются прежних размеров. Однако фантазия Карла Колоди нашла отражение в современной верификации лжи. Синдромом Пиноккио называется довольно часто используемый в разговоре жест – прикосновение к носу. Считается, что этот жест, как и всякое регулярное прикосновение пальцев рук к лицу, особенно к губам, может быть свидетельством лжи. Прикосновение к своему лицу демонстрирует стремление человека прикрыть свой рот, то есть скрыть свои истинные мысли. А теперь обратим свой взор на свои ноги. Привет, ноги! Как вы там? Не соскучились? Ноги – самая удаленная от мозга часть тела, поэтому меньше всего осознаем их действия. Другое дело – выражение собственного лица. О нем мы почти всегда имеем представление, даже можем контролировать его, если хотим скрыть какие-то эмоции или мысли. Но мы плохо представляем, что делают во время разговора наши ноги. Большинство людей даже не догадывается, что «но-ги» могут сигнализировать о самых разнообразных чувствах – подобострастности, гневе, страхе, нервозности, игривости, подавленности, уверенности, недоверчивости, скуки. Все наши эмоциональные одномоментные состояния тут же проявляются в форме невербального поведения ног и ступней. Читай его по ногам. Хотите стать удачливым верификатором лжи? Тогда начинайте следить за ногами людей по телевизору, в аэропорту, в очередях. Ноги людей способны честно рассказать вам о многом. Есть такой термин «счастливые стопы». Он характеризуется особым поведением ног и стоп. Они возбужденно притоптывают или на одном месте двигаются в разные стороны. Такое поведение ног говорит о том, что человек получил важную и позитивную для него информацию. Что он уверен и счастлив в данный момент. Например, «счастливые стопы» можно наблюдать у девушки, которая долго ждала звонок от любимого, и вот наконец он позвонил. Или у игрока в покер, который получил на руки флэш. Он безумно рад такой удачной комбинации карт, но лицо его по-прежнему беспристрастно, однако под столом его ноги демонстрируют безудержное веселье. Притоптывают. Пританцовывают. Надевать непроницаемые маски на свои лица, когда нам нужно что-то скрыть, мы учимся с детства. Поэтому так преуспели в лицемерии. Но никто никогда не учил нас контролировать свои ноги. Большинству из нас идея держать под контролем поведение ног, да и вообще тело ниже уровня груди, в голову не приходила. Поведение ног и ступней человека во время разговора – это самые надежные невербальные подсказки для верификатора. Рассмотрим лишь некоторые формы невербального поведения ступней и ног. Скрещенные ноги. Это признак уверенности, открытости, состояния комфорта. Стоящий человек непроизвольно скрещивает ноги и наклоняется к тому, кто ему больше нравится, кто пользуется его расположением, кому он полностью может довериться. Выставленная вперед нога. Признак заинтересованности. Если мы находимся в группе людей, то на человека, который, на наш взгляд, наиболее привлекателен и интересен, будет направлен на сок нашей ступни. Ноги находятся в форме четверки. Признак упрямства. В такой позе щиколотка одной ноги расположена на колене другой ноги. Поза достаточно агрессивная, особенно если человек руками обхватывает запрокинутую ногу. Это демонстрация боевого настроя, желание во что бы то ни стало отстоять свою позицию. Скрещенные щиколотки – признак тревоги, страха. Психолог, автор книги «Язык жестов» Аллен Пис, находит сходство скрещивания щиколоток с другим жестом – прикусыванием губы. Таким образом, человек, испытывая стресс, желает скрыть свои эмоции от окружающих. Если человек в разговоре переминается с ноги на ногу, стучит ногой по полу, то это также говорит о его беспокойстве. Нервное напряжение собеседника выдает также частое поглаживание руками верхней части бедер, дрожание ступней, стоящих лишь на пальцах. А вот так, молчаливо, скромно, привыкнув к отсутствию внимания, наши ноги способны выдать наши сокровенные мысли. Глава 11. Практические советы от агента ФБР. Знакомьтесь, Джо Наварра, преподаватель в университете Сент-Лео во Флориде, а также в нескольких американских медицинских школах. Джо 25 лет жизни отдал службе ФБР и является экспертом в области невербального общения. Он обладает уникальной способностью разбираться во всех тонкостях невербальной коммуникации, анализировать сигналы невербального общения и с удовольствием делиться своим знанием с другими людьми. В своей книге «Я вижу, о чем вы думаете» Джо Навара обобщает материалы своих исследований в области обмана и предлагает для раскрытия обмана применять четырехдоменную модель комфорта-дискомфорта. Несмотря на то, что эта модель с успехом применяется в качестве альтернативной системы ведения допросов во всем мире, ее также можно использовать в любой межличностной ситуации, где нужно выявить ложь. Создайте максимально комфортные условия на начальной стадии вашего разговора. Лжец всегда знает о своей лжи, поэтому испытывает внутренний дискомфорт. Чем комфортней будет обстановка во время разговора, тем вам проще будет определить невербальные сигналы внутреннего дискомфортного состояния собеседника, указывающие на наличие обмана. Необходимо уметь определять признаки состояния комфорта. Согласованность. Вот один из признаков того, что человеку комфортно. То есть человек копирует поведение собеседника, с которым ему приятно находиться рядом. Синхронизирует дыхание. Копируются жесты. Такое копирующее поведение называется изопраксизм. Степень комфорта, ощущаемого вашим собеседником, будет зависеть во многом от вас. Дружелюбная интонация задаваемых вопросов. Отсутствие подозрительности во взгляде. Не слишком близкое расположение по отношению к собеседнику, чтобы не вторгаться в его личное пространство. Опытный верификатор умеет не только распознавать обман, но и грамотно вести разговор. Правильно задавать вопросы, внимательно наблюдать, собирать как можно больше невербальной информации и анализировать полученные кластеры поведения. Следует избегать подозрений в вопросах «Я думаю, вы лжете». Задайте лучше уточняющий вопрос, например, «Я не совсем понял, объясните, пожалуйста, еще раз». Отличить правду от лжи помогает детализация вашим собеседникам и его версии. Постарайтесь задать ему такие вопросы, которые заставят его сделать это. Когда нам не по душе происходящее с нами событие, когда мы не хотим что-то видеть или слышать, когда нас заставляют делать то, что мы не желаем, мы испытываем дискомфортные ощущения. Это проявляется на физиологическом уровне, учащаются сердцебиение и дыхание, усиливается потоотделение, приподнимается волосяной покров. Эти проявления дискомфорта у собеседника мы можем заметить по невербальным признакам. Покачивание корпусом тела, ерзание на стуле, тряска ногами, частая смена позы, постукивание пальцами. Если вы планируете, наблюдая за невербальными сигналами, вызванными дискомфортом, получить возможные свидетельства обмана, то необходимо продумать вашу позицию заранее. Нежелательно, чтобы между вами и собеседником находились предметы мебели. Как уже известно, ноги – самая честная часть тела, поэтому вам нужно видеть человека во весь рост. Если обзору мешает стол, сядьте под углом к собеседнику, а не напротив него, или отодвиньтесь на необходимое расстояние от стола. Если же перед вами действительно обманщик, то он сам может создать защитный барьер в виде спинки стула, подушки, вазы с цветами, сумки, чтобы держать дистанцию. Закрыться. А теперь 10 правил, которые использует Джо Наварро для чтения успокаивающих невербальных сигналов в межличностных отношениях. Правила универсальны. Их можно применять как в официальном расследовании, так и в деловых или семейных отношениях. Конечно, сами по себе успокаивающие сигналы не являются доказательством наличия лжи, но позволяют добавить еще один фрагмент в картину истинных эмоций и чувств человека. Принципиально новой информации в этих правилах вы не найдете. Но систематизировать сказанное выше и выработать стратегию они, безусловно, помогут. Правило первое. При беседе, интервью, допросе вам должен быть обеспечен хороший обзор человека. Не дайте ему спрятаться за столом, тем самым скрыв от ваших глаз его честные нижние конечности. Предпочитайте открытое место для беседы. Тогда все нюансы поведения собеседника не скроются от вашего наблюдательного взгляда. Правило второе. Никогда не забывайте, что успокаивающие сигналы – неотъемлемый элемент повседневного поведения людей. Мир не стоит на месте. Людям ежедневно приходится приспосабливаться к быстро изменяющейся окружающей действительности. Неудивительно, что с помощью каких-то успокаивающих действий они неосознанно пытаются унять волнение. Поэтому, когда увидите, как собеседник накручивает на палец прядь волос, не спешите обвинять его во лжи. Правило третье. Первоначальная нервозность перед предстоящим серьезным разговором – это нормально. Например, сыну предстоит объяснить отцу, за какую провинность его отчислили из колледжа. Некоторая нервозность будет вполне естественной у человека, проходящего собеседование. Правило четвертое. Прежде чем задать вопрос, который способен вызвать стресс, дайте человеку возможность почувствовать себя комфортно. Помогите ему в этом. Расскажите смешной анекдот или вспомните забавный случай, происшедший с вами, касающийся темы предстоящего разговора. Чтобы деловые переговоры, интервью или серьезное выяснение отношений прошли успешно, всем участникам необходимо перед беседой расслабиться, почувствовать себя безопасно в обществе друг друга. Правило пятое. Определите базовое поведение человека в спокойном состоянии. Какой уровень успокаивающих движений будет нормальным для данного человека? Это позволит вам понять возможные отклонения, когда вы перейдете к вопросам, о которых вы хотите узнать правду. Правило шестое. В ходе разговора следует фиксировать все невербальные успокаивающие сигналы. Следить за повышением их интенсивности при ответе на заданный вами вопрос или заявление. Важно отметить для себя вопрос, который вызвал успокаивающее поведение, и постараться в дальнейшей беседе задать другие уточняющие вопросы, которые бы заставили вашего визави дать подробные ответы. Правило седьмое. Желая как можно скорее узнать правду, не расстраивайте вашего собеседника вопросами, словно из пулемета. Не допрашивайте его с пристрастием. Задайте вопрос. Сделайте многозначительную паузу. Наблюдайте за реакцией. Чтобы сказать неправду, необходимо время подумать. Важно, чтобы вопросы предполагали конкретные ответы. В таком случае повышается вероятность возникновения бессознательных движений. Заметили, что человек, отвечая на вопрос, одобрительно кивнул головой, а затем произнес словесное отрицание? Следует верить жесту, а не славам. Правило восьмое. Правдивость и болтливость не есть синонимы. Словоохотливым людям, которые подробно отвечают на вопросы, хочется доверять больше, чем сдержанным и немногословным. Не стоит идти на поводу у этого желания. Искусный лжец может намеренно забрасывать вас большим количеством подробнейшей информации, пускать, как говорится, дым в глаза, чтобы отвлечь вас от неугодной ему темы. Каждая полученная информация нуждается в подтверждении. Если его нет, то эта информация пустая. Правило девятое. Не забывайте, что уровень стресса величина непостоянная и все время меняется. Практика показывает, что у обманщика, которому задают конкретный вопрос, например, знаете ли вы этого человека, зачастую можно наблюдать противоположные поведенческие модели. Первая реакция на вопрос демонстрирует желание скрыться, удалиться. Чаще всего человек прячет стопы, сжимает губы, отклоняет торс. Потом наблюдается успокоительная реакция на стрессовое состояние, которое вызвало обдумывание ответа, поглаживание шеи, касание носа, теребление мочки уха. Правило десятое. Если вы будете внимательно наблюдать за успокаивающими движениями своего визави, то вам откроется многое. Демонстрация успокаивающего поведения позволяет определять темы, заслуживающие более пристального внимания. Если вы научитесь эффективно применять вопросы, то сможете вызывать у своего визави успокаивающие жесты и определять их значение. Это заметно упрощает процесс понимания истинных намерений человека. Не забывайте также и о согласованности и выразительности. Двух основных характеристиках невербального общения. Когда человек лжет, он забывает о факторе согласованности. Это приводит к несоответствию его слов и невербальных сигналов, что является верным признаком обмана. Выразительная речь – признак искренности человека. Это возможность продемонстрировать окружающим силу наших чувств. Существуют вербальные и невербальные средства выразительности. Высота, тон, громкость, голоса, словесные повторы – это проявление вербальной выразительности. Жестикуляция кистями, пальцами рук, касание к предметам, мимика, антигравитационные жесты – все это невербальные элементы выразительности. Лжицы, как замечено, редко применяют невербальные средства выразительности, так как их слова не находят внутреннего эмоционального отклика. Неестественность выразительных движений или их запаздывание, неверная расстановка акцентов, выделение не самых значительных моментов – все это с большой вероятностью указывает на то, что человек говорит неправду. Сразу отметим, если вы материалист до мозга костей, пропустите эту главу. А вот тем, кто верит в магию, эта информация может быть интересна. Итак, если вы по каким-либо причинам, сложно, затратно, по времени, просто лень, не желаете становиться верификатором, наблюдать, отделять правду от вымысла, однако ложь других отравляет вам жизнь, остается только одно средство – прибегнуть к магическому обряду, который заставляет человека быть честным. Нет, лягушачьи лапки, высушенная шкурка летучей мыши, кровь трехгодичной змеи и тому подобные ингредиенты не потребуются. Нужно лишь желание, веревка из натурального материала и несколько слов. Да, это заговор. Заговор против лжи. Невозможно запретить человеку лгать, но, как утверждают на сайте всепривороты.ру, заставить человека быть правдивым с помощью этого обряда возможно. Для того, чтобы выполнить завязку на язык, возьмите натуральную веревку, завяжите на ней три узла, наговорите на каждый узелок заклинание. Узды уздами, узлы узлами. Вот я, раба Божья, такая-то, вижу три узла, теми узлами снимаю тремя, взнуздываю месяц по целому году, по целому веку. Не дадут узлы мои соврать рабу Божьему такому-то, ни одному человеку, ни родному, ни чужому. Ключ в рот, под порог замок. Аминь, аминь, аминь. Теперь остался сущий пустяк. Незаметно положить веревку под подушку лжеца. Все. Делов-то. Вот только то, что человек от лжи в завязке будет, гарантировать не можем. Вообще, интернет поистине находка для начинающего верификатора и великое сожаление для экспертов по распознаванию лжи. Зачем нужны наблюдения, знания, опыт, если для выявления лжеца в сети можно найти множество простых ритуалов? Эх, знали бы этот заговор наши правоохранительные органы. Да не соврет мне тот, что говорит, ибо я такая-то раба Божья, что насквозь вижу ложь, всю, всю неправду замечает, все вертлявые речи отмечает. Помоги мне, Господь, определить лжецов. Аминь, аминь, аминь. Заговор этот читать надо на воду, а потом ее испить. Особенно эффективен такой заговор в больших коллективах. Так что, если есть желание попробовать устранить ложь из своей жизни волшебным образом, попробуйте. Кто знает, может именно у вас это и получится. Заключение. В мире, где большинство людей говорят неправду три раза за десять минут, умение распознавать ложь очень ценно. Это несложно, если знать, что кроме словесного языка существует еще бессловесный язык невербальных знаков, на котором разговаривает наше тело. Для многих людей невербальные знаки остаются незамеченными, хотя они всегда присутствуют в нашем поведении. Понимание невербального поведения окружающих сможет открыть для вас более глубокое и ясное понимание мира, в котором мы живем. Конечно, нужно будет приложить немало усилий, чтобы обрести способность слышать невербальные и вербальные языки одновременно, видеть их переплетающийся насыщенный узор, понимать, что означают все эти причудливые и многообразные соединения. Но результат того стоит. Вы уже вооружены знанием, которое способно обогатить ваши взаимоотношения с окружающими на всех уровнях, сделать вашу жизнь более искренней и приятней. Текст читал Станислав Иванов Дорогие слушатели, напишите, какие еще книги вы хотели бы послушать в аудиоформате. Спасибо за ваши лайки и комментарии. Не забудьте подписаться на канал, если еще не сделали этого. Желаем вам всего наилучшего!